Не такой уж безобидной на поверку оказалась ошибка Майи Санду, потребовавшей запретить продавать зерно из госрезервов, которое, как оказалось, и не продавалось вовсе. Однако одного ее заявления хватило, чтобы поверившие ей перекрыли дорогу к Джуджулешскому порту. Среди них были замечены и депутаты ПДС, подливавшие масло в огонь, и сельхозлидеры, которые гастролировали на протестах в центре столицы и отозвали все свои требования, как только Санду стала президентом. Вот эти активисты прошлым вечером и перекрыли путь грузовикам, а при виде полиции стали еще более агрессивными. Люди признали. Вышли на протест после заявления президента о продаже зерна из госрезерва. Присутствующий там же депутат ПДС Иоанн Гроза заявил, что не уйдет, пока чиновники не подтвердят, что речь не идет о госзапасах. ПАШДНЫСТИ По старому сценарию сработали и знакомые по протестам в Кишиневе фермеры. Те самые, которые требовали, чтобы государство вложило миллионы в их бизнес, потому что они пострадали от засухи. И убрали трактора и требования. И больше ни разу о себе не напомнили, как только Санду стала президентом. На предупреждение полиции о том, что протестующие нарушают закон, они никак не реагировали. К делу подключились спецподразделения. Экономические эксперты утверждают, что голословные заявления Санду могут быть очень опасны. И ведь такие промахи, сеющие панику среди населения, она делает завидной регулярностью. Которые не имеют финалитата, которые не имеют листия, которые не имеют возможности, которые не имеют даку с удовлетворения, влияют дарливости, которые transmitут mensажи сложные или инцерты в коммунитеттории фермеры, и в целом, в основном, потребности, но и больше чем заново. У них в момент в одежде дураке возрастут, wesимизм и исходы против не менее низких, Роман Кирка говорит, что ответственные руководители не могут себе позволить таких заявлений. Ранее вице-председатель ППДП Александр Слуцарь подтвердил, что, по его данным, пшеница, которую вывозили в Джуджулешский порт, принадлежит владельцу элеватора, который решил продать свои излишки. И к госрезервам это не имеет никакого отношения.